Результат выборов в Турции повлият на геополитические и экономические расчеты Вашингтона и Москвы. Результат президентских выборов в Турции повлият на геополитические и экономические расчеты в Вашингтоне и Москве, а также в столицах Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африке, пишет Блумбек. То, что происходит в Турции, не остается в Турции, говорит Зия Мирал, старший научный сотрудник Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности. Турция может быть средней державой, но у великих держав свои ставки в ее выборах. Влияние Анкары на мировые дела свидетельствует о достижениях Эрдогана за его долгое пребывание у руля. Тем не менее, дома и за границей его электоральные перспективы вызывают смешанные чувства. И те, кто желает, чтобы он ушел 19 июня, не могут оптимистично относиться к тому, кто или что будет дальше. Западные лидеры будут рады увидеть спину Эрдогана. Он подорвал безопасность НАТО, приобретя у России системы противоракетной обороны, расстроил альянс, заблокировав членство Швеции и Финляндии, неоднократно угрожал наводнить Европу беженцами и в последние месяцы озвучивал все более воинственную риторику в адрес Греции. Отношения Анкары с Вашингтоном обострились до такой степени, что высшие турецкие официальные лица регулярно обвиняют США в поддержке переворота против Эрдогана и в пособничестве террористическим группировкам. США и Европе было бы лучше без разрушительного влияния Эрдогана на мировые дела, особенно в условиях усиления их конфронта СЕИ с Владимиром Путиным. Его полезность в качестве собеседника ограничена, хотя прошлым летом он помог заключить соглашение об обеспечении непрерывного потока зерна и растительного масла из Украины, Эрдоган не оказал сдерживающего влияния на своего дорогого друга Владимира. Хотя многие во внешнеполитических кругах Вашингтона и европейских столиц цепляются за надежду, что его удастся заманить обратно, мировоззрение Эрдогана гораздо более радикально, чем думает большинство жителей Запада, говорит политолог Селим Кару. Его амбиции в отношении ближайших соседей Турции, где Анкара становится все более влиятельной, заключаются не в том, чтобы дополнить американское и европейское влияние, а в том, чтобы заменить их и противостоять им, отмечает он. Если Эрдоган потерпит поражение, говорит Синан Ульгин, директор Стамбульского аналитического центра ИДАМ, его преемник превратит Турцию в другого внешнеполитического игрока, которому будет более комфортно ее положение западной нации. Но даже если это произойдет, никто не должен ожидать быстрого разворота на 180 градусов. У Эрдогана было 20 лет, чтобы наполнить турецкие институты, правительство, армию, научные круги, религиозный стеблишмент и СМИ своим радикальным мировоззрением. Если 19 июня будет новый президент, ему нужно будет демонтировать здание, построенное Эрдоганом. Задача будет еще сложнее, потому что ПРС сохранит значительное присутствие в парламенте и обязательно будет яростно сопротивляться переменам. Стоит помнить, что Эрдогану потребовались десятилетия, чтобы подорвать светское глубинное государство, построенное Кемалем Ататюрком, основателем современной Турции, АПРС на протяжении всего этого периода имело комфортное большинство в парламенте. Гераклу может не понравиться чистить анатолийские конюшни после его отъезда. Турки двояко относятся к своему президенту и его политике. Опрос, проведенный Метропол в конце октября, показал, что поддержка Эрдогана выросла до 47,6% по сравнению с примерно 39% год назад. Это было бы примечательно для любого лидера, но это совершенно удивительно для того, кто руководит экономическим беспорядком. Этот беспорядок в основном его рук дело. Мышление Эрдогана о процентных ставках в значительной степени способствовало ошеломляющей инфляции, ослабевшей лире и анемичным инвестициям. И именно поэтому, как показывают другие опросы, большинство турок считают, что их страна движется в неправильном направлении. Почему же тогда многие все еще надеются, что Эрдоган скорректирует курс Турции? Отчасти потому, что они не знают, кто бросит ему вызов. Основные оппозиционные партии сформировали Единый фронт, известный как Стол шести, но менее чем за шесть месяцев до дня выборов они еще не объявили своего кандидата в президенты. Два главных претендента от ведущей оппозиционной партии РЭП, мэр Стамбула и Крем и Мамаглу и давний лидер партии Кемаль Кылыч-Дараглу. Оппозиция и также не спешила формулировать четкую стратегию по оздоровлению экономики Турции. В начале прошлого месяца РЭП наконец обнародовала что-то похожее на повестку дня. Но в ней было много пустых обещаний, крупных инвестиций и мало подробностей. Предпочтительным противником Эрдогана был бы Кылыч-Дараглу, несколько бесцветный ветеран, возглавлявший РЭП 12 лет. Многие турецкие политологи считают, что более молодой и харизматичный Мамаглу будет более сильным соперником. Он выиграл пост мэра Стамбула в 2019 году, проведя всеобъемлющую и оптимистичную кампанию, даже после повторного голосования, вызванного отказом Эрдогана принять результаты первого голосования. Президент и его партия приложили огромные усилия, чтобы держать и Мамаглу в страхе. В прошлом месяце мэр был осужден по пустяковому обвинению в оскорблении представителей избирательной комиссии, но приговор объединил оппозицию вокруг него и, возможно, увеличил его шансы стать кандидатом в президенты. Сейчас вокруг Емамаглу сложилась мощная риторика, говорит Айсё Заракол, профессор международных отношений Кембриджского университета. Правила позволяют мэру баллотироваться на пост президента, пока его адвокаты оспаривают обвинительный приговор. Но по-прежнему сильные цифры Эрдогана говорят о том, что он может сдержать любого соперника, особенно если весной экономика продемонстрирует признаки восстановления. Президент рассчитывает на инвестиции и банковские депозиты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также на обещание Путина сделать Турцию центром экспорта российского природного газа. Эрдоган также говорит о местных месторождениях природного газа в Черном море, поощряя слухи о непредвиденных доходах. В прошлом месяце он объявил о повышении минимальной заработной платы на 55%. На прошлой неделе он повысил зарплаты и пенсии газслужащим. На всякий случай он и его партия ссылаются на старые призраки курдского терроризма и вероломства Запада, а также на тропы культурной войны об опасности гомосексуализма для семьи и исламских ценностей. Угрозы в адрес Греции направлены на разжигание националистического накала. Эта тактика уже помогала Эрдогану выигрывать выборы. Она может помочь вновь. Пока турки не проголосуют, западные лидеры будут сидеть на иголках.